По щучьему линию, Тобольские просторы снова на большом экране, ведь основной киноплощадкой фильма стал туркомплекс в Абалаке. Съемки здесь проходили летом и зимой 2022 года. В массовых сценах участвовали жители Тобольска и Тобольского района. Около 150 человек попробовали себя в кино. Мы снимались в массовке и мы бежали к Емеле. Емеля раздавал там продукты разные бесплатные. По сюжету фильма Емеля случайно вытаскивает из реки волшебную щуку, готовый исполнить три его желания. И первое, что просит герой прокатиться на печке. Эти сцены технически одни из самых сложных. В них исполнитель главной роли, актер Никита Калагривый все трюки делал сам. Съезд с горки, падение с печки. Молодой актер справился совсем успешно. Слез с печки без обуви по сюжету и я вынужден ходить в носках, а потом вообще разуваясь. И вот я ходил по местным Тобольским речушкам, болотам, по траве, по езде. Вот ходил с ведром, с водой. Вот это было тоже трудно достаточно для меня. А так все прекрасно. Некоторые эпизодические роли сыграли артисты Тобольского драмтеатра. И даже школьники и студенты смогли почувствовать себя актерами большого кино. Чаще всего принимали участие в массовых сценах. Антон Виштак сыграл стражника при царском дворе. Фильм был от начала до конца очень интересным. То есть все кадры смотрел с интересом. Себя увидел где-то раза в 3-4. На удивление даже массовку было очень хорошо видно. То есть мы, например, наших девочек заметили очень много раз. Это очень большой опыт, тем более, значит, такой съемка в реальной жизни. Именно побывать на таком мероприятии удается просто не всем. Увидеть можно было и сказочный антураж туристического комплекса «Обалак». На время съемок декораторы привезли с собой печку и реквизит. А все остальное здесь уже было давно. Деревянный терем, колодец, архитектура царских времен. Изготавливать декорации тоже помогали жители Тобольского района. Очень хочется опять в эти места съездить и посмотреть уже после фильма. Посмотреть, ага, здесь эту сцену снимали, здесь вот эту сцену снимали. Мы и плакали, и смеялись. И визжали. Да, и визжали от радости. И плакали от радости. Даже танцевали. Фильм «По щучьему велению» только стартовал в прокате. Интерес к сказочному блокбастеру такой, что в зале почти полная посадка на всех сеансах. Билеты забронированы на неделю вперед. Можно 9 билетов на фильм «По щучьему велению»? Замечательный, добрый, детский, веселый фильм. Невероятно, конечно, красивый. Было очень приятно видеть родные виды. Сразу было понятно, где Тобольск, где его просторы. На сказку «По щучьему велению» забронировали билеты 10 школ. И это только на данный момент. На некоторые сеансы уже полная посадка. Окунуться в захватывающие приключения Емели и Щуки, обернувшуюся в прекрасную девушку Василису, может каждый. И не только посмотреть фильм, но и тоже загадать желание. Тобольские зрители уже завели такую традицию. Шамиль Гулиев, Михаил Куричко. Тобольское время.